Я не стал это слово называть, потому что нахэ. Ну вот нахэ, да, он очень редко, в общем, встречается, и в то же время он очень часто встречается. Холистический, холистический, холистический. Кто из вас знает, что такое холистический? Целостный. Целостный. Еще божественный, на самом деле, холли. Холли, да. То есть по-русски переводит так, а там множественность. Вообще, каждое слово, чаще всего иностранное, они одно слово объединяют энное количество информации и энное количество объяснений. Вот в силу того, что я вот жила долго в Израиле, и у меня пришел момент, когда я стала мыслить на этом языке, я сюда вернулась, и мне было, я поняла, что мне очень, вот с ними мне было очень сложно, потому что мне им нужно было объяснять, а русский слух я не знаю. А мы еврей не успели вычислить. Да. И вот был просто вот тупизм недавно. Но это я потом вам перемене скажу. Прошло 10 лет, и я нашла еще одно слово, которое я не понимаю на русском. Я себя чувствовала идиоткой просто. Я не понимала, что это меня требует. Я вам расскажу эту историю. Итак, холистический, целостный. А теперь давайте посмотрим, какой же самый главный позитивный, самый, ну не знаю, не то, что неправильно сказать, главный. Один из самых распространенных методов, которые я сейчас не критикую, я сразу говорю, да? Маленький такой экскурс, чтобы у вас там понятно было все. Холистический метод. Какой из его холистический подход или метод вы знаете? Кто-нибудь из вас знает? Вот это действительно холистический. Они говорят о тебе, холистический. Молитва. То есть целостный. А? Молитва. Молитва. Душа, все прочее. Все классно, но тело как в стороночке. Физика отстает. Палсинг. Все классно, все здорово. Подход, работа со всем телом, вибрации. Но мы не ходим вот так вот, понимаете? А если там сделаем этот, я уж извиняюсь, да? Палсинг, вот оно. Колебательное движение, восстановление колебательного движения. За этим колебательным движением у нас есть еще другие движения. Снятие вот этого всего, все великолепно. Но наше тело немножко по-другому еще работает. На чего-то упускается. Ну, есть предположение, что йога считается целостной системой. Так, йога. Я вам честно говорю, с полной ответственностью. Можете ради интереса сделать свой эксперимент. Я ни одного йога, самого крутого, я не видела, чтобы у него тело было. Я говорю, вот такой. Все кривые, перекошенные, перенапряженные, еще что-то. И вот они в этом сидят, пытаясь это удержать. То есть что? Они пытаются в искривленном состоянии удержать свое тело в каком-то прямолинейном состоянии. Ваши дети, чем отличаются от этого? Все системы практически учат их вот в этом состоянии ходить. Уже не совсем холестик. Там уже остается с пастика. С ней не работают. Не идет. Еще что? Аюрведа. Через питание все прекрасно, все великолепно. Но если изучать, извините, знаю, практиковала и очень глубинно, я всегда изучаю до... Вот я же говорю, я вредна. Факт. Да. Я вот до каждой мельчайшей закоулочки, насколько это все работает. Но внутреннее напряжение остается. Психология. Очень много телесных практик, работающих. Ничего не могу сказать. Но разделение. Опять-таки там действительно у нас такое есть. И я сама, естественно, пользую и обучаю. И некоторая... Своя система есть, которая родилась тоже. Значит, у нас команда мозг, тело воспринимает. Да, дальше, если команду мы эту не убрали, она осталась. Психосоматика, можно сказать, на всю жизнь. Что это такое на каждом из вас сейчас почувствуете? Какие меня пойти приложи еще? Сейчас. Вот я все по психосоматике я обожаю. Потому что столько... Шшшшшш... Подождите, подождите. Я ж вас не в тюрьму сейчас сажаю. И не на пытки. А просто нужно понять, как оно у нас работает. Допустим. Срочно вам сейчас звонят и говорят. Так, срочно приезжай домой. И срочно тебя вызывают куда-то к кому на работу. Вот срочно бегите. Внутри у вас есть что? Не хочу. Вот попробуйте с этим не хочу сейчас встать и сделать хотя бы два шага. Что у вас будет? Чувствуете? А? Ну, это тяжелое? Да. Не хочу. И оно там стоит своей командой. Это как это? Получается, у нас свое тело. Работает, в общем-то, очень хорошо с этой нашей мозговой чем-то. Вот. Оттуда известно, кто говорит 3%, кто говорит 5%. Но даже если 10%, да, мы возьмем, что мы там всем этим пользуемся, где остальные 90%. Из генетики говорят, значит, вот, известно, там, 3, тоже, там, 5, кто-то, тоже, короче, до 10%, а остальное все мусор. Класс. Это как-то мусор. Если бы это был мусор, тогда бы его просто не было. Потому что вот какой-то создатель вот этого всего, чем дальше я живу по жизни, тем больше я восхищаюсь, обалдевающе. Фантастика просто. И так, получается, что ни одна система не работает холистически. Что делает в общем-то? Тут робка прозвучала цигун. Ну-ка. Цигун. 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 Да, это вообще здорово. Ходила я тут на самых крутых, посмотреть. Самое главное, вообще скажу так, я практиковала это 95, 96, 97 год. Стал неинтересным. Потому что, опять-таки, это песня, не знаю, там, одного голоса в хоре. Но эта песня еще чаще всего доводит до России в каком-то искривленном состоянии, оставляя какую-то самую важную часть вообще в стороне. Значит, я ее, мне, как это, я люблю учиться сразу же у первоисточника. Не то, что там интерпретировал, интертрепетировал или еще чего-то. Вот, допустим, своего метода я источник. Он, как сказать, когда человек принимает какую-то систему с глобальным пониманием всего и понимает, почему вот это нельзя или это нельзя, не то, что я такая капризная. Знаете, какая капризная? Ну, не хочу я, чтобы вы делали массажи. Ну, бред же, конечно. На это есть все определенные какие-то, я вам сегодня объясню, почему нет, я говорю. И вы потом будете думать, когда вы будете вести своего ребенка, у вас появится ваше мышление. И вы поймете для себя, это надо или это не надо. Это ваш выбор. И ваши дети не подопытные кролики, они ваши дети. Вы за них в первую очередь отвечаете. Хотя, конечно, мы все принадлежим нашему государству, но все-таки в первую очередь они принадлежат вам. И когда у вас появляется вот это вот внутреннее понимание, тогда вы будете делать многие вещи гораздо качественнее. И в том числе ту систему, которую я даю вам в руки. Итак, что у нас получается, значит, все знают. Даже так сейчас скажу еще одно пример. Вот как понять и найти одно, что объединяет там наше тело, да, или что-то. Потому что когда в едином целом, мы тогда в едином целом работаем. А если мы все это разделили, дерево разделили на веточки, будет дерево. Не будет. а еще разделим на листочки листочки отвалились листочки сами по себе веточки сами по себе ствол сам по себе корни сами по себе все а дальше мы собираем это дерево она соберется нет потому что в каждом есть свой процесс сейчас чуть 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 я вижу не понимаете но в чему я веду понятно да вот значит а вот мы все здесь сидим я не дойду до дали извините сокращу путь и так у каждого свое имя по гороскопу я рыба телец я могу сказать я специалистов зародительной системы мама я мама и главный бухгалтер вот так короче я могу продолжать дальше я была дима тоже и получается что мы все разные но для того чтобы нам подойти вот к нам подойти как-то вот мы все разные да я вообще другая на другом лежит одна сидит до чуть-чуть объединяет позы вроде в лотосе но уже одна тут чешет а другая сидит ручки сложив то есть мы все равно все разные что у нас сможет объединить чтобы мы все объединились и стали будут какой-то единый системы а самое главное в этой системе мы друг друга поняли что ну во первых все таки возьмем того то что на человеке вот и же не собака не курс это у нас меняет еще не продолжу то что я не помню как оба гороскоп я собак вот но тут же очень важно еще чтобы вот это вот что-то было нас объединяющие то потому что человек мы тогда там нужно один язык русский хотя я научился объяснять но не знаю там на пальцах на на чем угодно тсфат симоним это язык жест вот он во всем мире пользуются вашим популярностью тоже на самом деле можно объяснить все и даже не зная языка вначале я объясняла сложнейшие вещи на вот израильтан потом переводчик переводил там я не понимаю не понимаю как они понимают вот потом у меня тоже это пришло потому что когда не знаешь язык ты в любом случае начинаешь как-то в такую страну приезжаешь руками да вот я что-то там делаю объясню все мы понимаем и так нас объясняет что объединяет что во-первых мы люди и самое главное нас объединяет что сейчас желание понять одну и ту же структуру подчеркиваю пока понять и кто-то тут сидит томат но по моему фигня он где-то может быть вылетит из этой системы и тогда уже не будет вот этого объединения но это выбор человека в теле у нас никто нему ничего не может выбрать мы все находимся в одной системе тело человека дальше что получается конвенциональная медицина психология счетом нас всякие там а больше ничего нет питание вот три направления в общем самый основной да вот и каждое из этих направлений человека дробит на разные составляющие потом дальше работают с одной составляющей но это составляющие находится в системе а эта система уже выходит из поля зрения и отдельно взятая ну вот допустим вернемся к нашему дереву если мы обратим внимание у этого дерева пример говорю что потому что это кстати на самом деле человек меньше всего знает о чем о ком говорю о природе потому что ботанику изучали все и вроде бы мы ее очень даже хорошо понимаем вот круговорот воды в природе смена климата времени сезона чего угодно луна солнце верх низ там вот и дерево если мы будем обращать внимание только на почву в котором произрастают корни дерево будет здорово если мы будем обращать внимание ну полив уже туда входит полив много на почву то полив рыхление антибактерицидное всякое там всякое то всячно да естественно удобрение вот что-то там еще там окапывание окучивание она тоже разных каждый из этих на самом деле работ имеет свою совершенно отличительную важную цель и так вот это все делаем дерево будет целым и здорово не будет вот поставили мы ему солнышко и занимаемся почвой и солнышко у него будет не будет потому что ему нужно обязательно смена дня и ночи поставили день и ночь укрепляем здесь ну просто класс вообще все здорово будет и так у нас нарастает и климат климат и солнце луна звезды периодически в землю землю мы там ухаживаем за ней все уже сколько составляющих будет дерево здорово а дальше мы пошли уже и получается вот это вот маленькое одно дерево которое потом вырастет большущие она зависит от стольких но вот составляющих одну составляющую выкинули все дерево не будет и если даже дерево будет у него солнце все хорошо мы его закроем просто от ветра дерево стухнет ему даже этот вечер ветерочек этот важный будет там закрытая структура какая-то не знаю там да стеклянная про срая прозрачная с поступлением кислорода еще чего-то но не будет вот не шелохнется ветерка не будет дерево жить так извините а наша система человеческая она еще хлеще и мы еще забываем о том что есть энергетическая субстанция которая тоже очень важно и далее то что там много всего что вокруг о чем до чем и в общем то говорим что это все фигня она присутствует я лично видела дерево конечно я попал дел 9 цветов вот как-то вот страну 1 в одном месте не суть важно где женщина было интересно вот она экспериментировал всяким растениями да и вот у него в конце концов растение одно она довольно таки распространенная не знаю как называется такой разлаписто листи изобразил пальма досить стоит вот и главное что она говорила на в общем-то нам показывал городу смотрите девчонки сейчас я ему скажу мой дорогой любимый там и он это листики так задрожали у нас глаза смотрим не подключено ли там чего-то а потом ангар так ты мне надоел и отворачивается вот честно скажу если не видел своим глазами я бы это но бред не бред и в общем то кто работает с растениями деревьями в саду тот знает что эта составляющая очень важна у меня мама может палку воткнуть и скажет расти моя дорогая растет а отчим у меня был он и прям вот все смотрит все как положено вот никак у кого-то были такие случаи тоже мама дрожжи все тесто вовсю она горит ешуль иди чуть-чуть крышечку прикрой яша подходит тесто вот так пальчик туда ты все тесто нет она свалилась и больше не поднимается и это тоже составляющие есть она есть и у нас точно так же и поэтому получается сквозь всего из этого что мы можем выкинуть ничего и так этот потихонечку складывалась в одно единое целое но что же единое целое в нашем теле значит глаза смотрят каждый раз куда попало да вот что то мы анализируем всегда у нас включается анализатор и мы все знаем что происходит даже если я не смотрю за спину но моя спина там анализирует и точно знать где там угол я сюда не смотрю это известный факт то есть у нас всегда есть вот этот внутреннее видение хотим такое не хотим нашелом спи каждый орган имеет свою работу ритм движение и свою цель что-то она там выполняет какую-то функцию точнее да вот функцию вот каждый по отдельности вот они по отдельности работают что их объединяет вот вопрос потому что мы можем подойти холистический и вы сейчас подойдя к человек к телу человека если вы подойдете к нему с позиции вот этого глобальности у вас очень много сразу получится я люблю чтобы сразу получалось чем быстрее тем лучше я люблю эффект у нас нету времени ждать время уходит взрослеем жизнь проходит когда жизнь уже прошла думаешь просто ты чё там вообще мучился мучился радости побыстрее хочется так ведь а радость это жизнь здоровая активность и так что же нас объединяет кроме всего прочего если мы говорим мышечный каркас но что-то двигается так что-то двигается так как-то она по-своему до разделения мышцы плюс у нас все же у нас делит мышцы отдельно кости отдельно кровь и отдельно хотел описать но даже не буду писать не хочу вам оставить эту информацию голове потому что сейчас вы понимаете да кожа отдельно коже чем они на теле что ли она тоже там как-то вот что-то и вот все это по раскидывали так вот ты значит пожалуйста почки у нас будешь лечить ты у нас сердце лечишь ты у нас печень лечишь ты селезенку ты желудок ты кишечник ты мозги ты кожу и кости ты задницу ты гинеколог передница генетик а ты ногти стрижешь психолог мануальщик отдельно кости массажист дерматолог я так вижу теперь массажиста выбираем стоматолог стоматолог о боже мы все здесь сидим совершенно разные говорим об одном и том же теле но почки уролог и так урок у нас это самое говорит так выписываем вот такой такой-то препарат значит лечим я прихожу сюда сердце что ваш сердечный ритм все нарушится как так а старовой прошли да 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 я дальше то что печень так секундочку вы посмотрите здесь значит больше дозы нельзя это нельзя пищевое отравление аллергии возможны комы не это препарат нельзя селезенка ты что там тоже самое значит это вот а там еще опять-таки все меленькими меленькими буквами написано сосудистую систему на кровь и может упасть гемоглобин да вы что ну желудок вообще термоядерная бомба химическое отравление все ядохимикат готов просто сразу же туда кишечник тоже самое туда поступила все убила а дальше у нас запоры и там сам запоры по носу и там все-все-все вот такой список да ну куда деваться а геморрой святое дело мозг а в любом случае значит что там нас получается в любом практически всегда возможно вы читали головокружение вот сонливость потери реакции концентрации дальше что кожа но аллергические святое дело приходит а вот а вы знаете зубка я там чешусь зубки да вот а ты в аллергии ну ты ж не знаешь что я была урологом и так далее не скрывайте секретов да мне быстренько быстренько такой вопрос я быстро сюда значит и каждый из вас там свою систему скажет в конце концов я прихожу к урологу с отвалившимися печенью почками до печенью со всем прочим вот и говорю доктор мне не помогает в морг и так путевка и все-таки что-то же у нас есть то у нас это все объединяет но она бы все развалилась если бы она была вот так и в одном потели под кожей в мешке даже если мы сейчас мешок запихнем все предметы они должны как-то соединиться и так у нас все-таки первично соединительная ткань ты сказала это я так долго шла да вот соединительная ткань и соединительная ткань она первична она я сейчас не буду вам физиологии то мизодерма там тэм 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 да большинству на самом деле это не очень это голову забивать иметь ежедневно неважно это на самом деле наш термология понять что это буквально вот самая первичная структура вот соединились две клеточки яйца клетка и сперматозоид да вот тут мы начнем отсюда что все-таки привычная энергия которая дает информацию какую-то информационность этой энергии где информацию нет а где подробнее пощупами на роде есть и в каждой вот этой вот как за несущий сперматозоид и яйца клетка несут с тобой информационное свое поле и эта информация идет вся которая накоплена за тысячелетия подчеркиваю от всех ваших про 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 и про про и про про и про про и вся эта генетика сложена в одном едином микроскопическом да под микроскопом можно увидеть вот эту фиговину одна фиговина бежит и другая фиговина дима ну как мужчина я за собой лису толпу просто информации и дима вот они вместе соединяются и что-то там происходит да и за этим уже идут значит и быстренько говорю про кирлиана доказательства кто знает про кирлиан и так значит говорим тогда мы с вами о том что энергетика она есть присутствует и никуда не делался на я никуда не денется и доказательством кирлиан уже практически скоро будет 100 лет оказывается сделано это в россии знаете как никто не знает а сделано это в россии можно гордиться вообще нашими русскими исследователями все исследователи у нас были немножечко потому что они все делали на своем энтузиазме вот и они делали это все на своем посмотрим учтите это еще двадцатые годы прошлого столетия при тех возможностях они создали определенную аппаратуру они фотографировались фотографировали под определенным фильтром и они доказали что первичная энергия то есть берется что они делали такие эксперименты сейчас вы поймете почему из яйцеклетки появляется то что вы появились и так зерно значит его фотографируют под свечением в темноте сфотографировали есть у каждого предмета свечения кто с этим не согласен поднимите руку освещение в чему есть потому что есть энергия а энергии то что это свет а свет у нас преломляется в разные значит спектр не стали никуда не все спектры едины это белые класса вот оказывается белый это вся радуга вместе это я быстро говорю кто не знает на всякий случай вы кому-то освежая память и так они снимают значит вот это вот зерно и фотографируют долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго вот и в конце концов значит то получается зернышко но я конечно рисую лежит зерно вот из него вдруг появляется какое-то свечение все фотографируется буквально по часам там по определенному в ритму а потом появляется вот такое свечение листок через данное время туда начинает чего-то вылезать вылезает листок и заполняет ровно всю структуру которая до этого вышла получается полностью повторение той формы которая была проходит время это же там же дальше происходит процесс отсюда что-то дальше пошло будет вот такая а вот тут вот выходит полностью вот такая здесь действительно полный листок а здесь немножечко чаще всего я уж точнее вам сейчас скажу что тут вот свечение более яркая а вот там вот допустим свечение даже так вот она она яркая с какими-то вкраплениями поле темными энергетическая структура изменена вылезает больной лист советую посмотрите в интернете гирлянд фотографии великолепно все объясню так энергия первична мы никуда от этого не денемся поэтому до наши дети родили сюда уже изначально когда вот это вот соединилось что-то там произошло я сейчас не буду я обожаю конечно разные темы да и с удовольствием поделюсь всякими там знаниями исследования всем прочим но это как бы только так вот самое главное мы дальше приходим чему что происходит вот тут же происходит в том же листике рождается первично что клеточка начинает делиться и появляется такая сеточка паутинка которая сразу же заполняется клеточки мы не забудем клеточки выстраиваются там появляется жидкость и все-таки если мы даже возьмем до волокна везде есть мои любимые пасты и соединительные ткани если мы посмотрим человеческое тело это сплошное соединительное тканно-пасциальное соединение и разделить на самом деле невозможно потому что если даже выполнить вот мясо варим до косточку отгрызаем же там сволочь прилипла а если плохо доварилась да прям около классно прям так но в то же время все равно она там соединяется и кости это тоже соединительная ткань тоже про там же разрубили дырдырдырдырдырочки чего там как паутиночка такая трубчатая она заполнена определенной жидкостью она вся живая ветка живая дерево она гнется скажите пожалуйста кость она гнется или она железобетонная это уже сейчас я подсказку сказала большинство всегда говорят да потому что у нас в голове и в памяти всегда это вот это как раз вареная уже кость врачи изучают человека на ком на трупе как можно узнать что то что там движется если вот перед вами труп и труп на это состояние остается всегда в голове да скажу что я очень долго у себя это как сказать не могу сказать что я прям выкидывал конечно до расположение там органов все классность а за этим ничего нет труп давайте изучать дерево по бревну как вы думаете мы изучим дерево по бревну но частично что изучим конечно но все картины может целостность не получила целостность изменится настолько что у вас в голове останется только одно бревну и самое главное самое важное вы если кому-то куда рассказывать это мы представьте такую картину что вообще вот привезли вам экзотическое такое да и вот вы экзотическое засушено изучать а как она в природе вообще понятия не имею и вы уже потеряли самое важное потому что вы вообще не имеете представление об этом предмете и так наше тело разделили все а теперь мы соединили соединительная ткань что такое фасции и сейчас все-таки скажу мышц начнем с мышц все хорошо все велика а что такое мышцы а структуру внутреннюю мне бы там тоже вопрос а вы гистологии знаете а физиологии знаете да знаю вы знаете и поглубже чем вы знаете и вот сейчас я коснемся этого я вам рассказываю свои знания под подкрым и вам очень важны для того чтобы вот это вот опять у вас голове останется мышца который вы привыкли видеть а на самом деле что у нас получается я рисую потом картинки итак если мы берем окорок вот такой вот окорок большущий классный вкусный здоровский да внутри еще смотрим чтобы меньше жира было вот и теперь вспомните срез чтобы не даже его так что-то вот такое учет потом дальше вот все что там внутри есть мы как-то пытаемся вырезать выбрасываем как нафиг ненужное все что вы выбрасываете это есть фасции а теперь вспомните а если вам иногда хочется это порезать вы сможете это порезать самым острым ножом ни хрена скорее всего есть такие соединения которые вообще не поверите представляете какая силища этой структуры кроме всего прочего вот это вот все что это такое а это как раз еще грубо говоря окорок и в нем такие мешки вот мешки это одна глобальная фасция в которой находится что-то а дальше когда мы в этом мешке в этой фас что вам было понятно она на самом деле всегда можно объяснить самые сложные на простейшем варианте и мы не будем так это я не буду себя создавать профессора сейчас очень интересная в какой-то момент для себя увидела поняла чем за умнее говорит человек тем меньше узнает и когда вы конкретно спрашиваешь он как ну что вы в этом я разберусь не интересно просто вот что вы имеете ввиду и все ступор так вот мы объясняем объясняем сейчас это все чисто кухарки с кем-то языком чтобы вам опять-таки не нужно зубрить сколько это чего это называется а то что знаете как называется ничего не меняется а вот когда вы понимаете что это такое все и так а в этом у нас еще чего-то тоже есть это еще столбики они идут сюда это тоже внутренние с вас а в них еще представляете вот такая структура и тут тоже и вплоть до тончайших волокон и они вот так идут и они все защищены фасциальной стенкой и получается что мы на самом деле всегда говорим о фасциальной структуре а между этим когда вместо берете там еще соединительная ткань потому что вот это вот все соединяется суда она врастает в кости соединяется туда я же говорю костям же нет ничего не прибито не приклеена как соединена она туда туда проникает и одна ткань переходит другую мышь как они называются писалишь волокна шарпе и да и так и о чем мы с вами все время вот так будем с чем мы работать с этой фасциальной структуры и значит если это у нас а у нас вот так вот сверху все это сюда и сюда все у нас состоит из этих тканей но кроме всего прочего вот тут у нас соединительной стадии вот этот вот это вот все эти пленочки фасциальные соединяясь потому что некие вот и они вот и это суда тут проникает представляете она все сюда 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 идет я идет куда это чуть у нас сухожилие вот эти все пленочки соединяются в одну единую систему самая крепкая самая самая которая практически все удерживает отсюда она выползает и распространяется дальше потому что вот эти вот фасты сюда снять они идут еще куда-то свои соединения и фасциальная структура все просто гениально вам теперь понятно немножко с чем мы работаем и почему нельзя резать ахиллова потому что перерезается вся остальная связь и куда эта связь уходит никогда нельзя пропорит сказать потому что вывод на своей системе на своем теле вы потом поймете обалденные вещи держу пальцы я сама знаю на себе что же но самый вот самый больший шок я получила когда значит у меня лично вот я как раз просила диму меня очень много я уже говорю много всяких травм до которые вот ждала когда я кого-то ночью чтобы не сделали с ногами никак куда я не достал все думаю как бы вырастить ноги и гвы и руки как у никуя не получается и так вот там работа очень и мне он делает практически ничего видео увидели до пасти а у меня глаза в разные стороны но они не могут разные стороны двигаться вроде бы и разный там потом а вот это вот и это не только у меня есть описание этого точно также феномена такого искать феномен дави не феномен у нас на самом деле все она в свободном движении в то же время она объединяется одним единым целом степаночка значит это с массаж ru ты наверно знаешь очень хорошо класс не просто уважаю специалисты щи великолепны вот и он как раз лежит на надеяне понячется надежь не глаза в разные стороны и они вращаются вот так то есть такое тоже а я же там даже практически вот отпустили и чего-то там она где-то это живот крутит там не знаю восстанавливается печень поднимается почки отвечает там еще что-то а теперь почему потому что а дальше они все объединяются во что-то соединяются во что-то и уходят в определенные точки как паутины уходят в народ и отсюда мы управляем всем с каждого пальчика и дальше по определенным зонам я не могу сказать мне как вы не научите за один день извините тут система серьезная система это серьезные законы это биодинамика совершенно другая она отличается то есть она не другая на человеческая но она во многом отличается от того как преподают потому что наше тело и вы привыкли сгибатель разгибать и вот значит туда долбятся с этим сгибателем разгибать а теперь пожалуйста каждый из вас в любой позе какой вы находитесь возьмите руку свою закрыли глаза и подчеркиваю медленно поднимаем свою руку медленно сгибаем руку и чувствуем что происходит в теле какие изменения и чем вы поднимаете на самом деле эту руку ну как хотите у меня на самом деле задница это точно и ногами и глазами и ушами да у меня правая 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 какие сгибатели разгибать и и если вот в этом ухе сейчас я вам сделаю болячку то ваша рука уже будет по движению нарушить траектория она будет двигаться дергана появится рваные движения о чем мы сделали только капельку какую-то глубокий сгибатель на указательном пальце и когда мне делали операцию под местным наркозом я в обморок и мне потом ноги выпрямляет из меня ноги согнулись они мне вот так вот здесь пальчик делали вот так а это вся структура живет своей жизнью какой и это соединительная ткань реагирует на все на холод на свет на голос на мысль на на кредитку да и без кредитки тоже когда говорят сознательно бессознательно значит практически можно русской с кем угодно спорить опыт доказывает очень многое другое потому что не всегда бессознательно даже бессознательно успевает определить что происходит с тем тело живет свою жизнь американец один доказал что у нас есть еще один мозг в животе я могу сказать что у нас есть мозг везде один сплошной мозг информационные который живет своей жизнью вот почему ты ногу качаешь а фиг ты его знает твоя команда была от головы нет а тело отвечает потому что тут что-то застоялось надо подвигаться да а вот волосы поправили а вот еще что-то на психологи горит так подвижение вот если у нас чешет значит привод на вот еще долгом баратинов короче всяких примеров таки все эти примеры говорят только о том что наше тело реагирует на все вместе и на каждое в отдельности и поэтому наше тело а это в первую очередь вот этот фасциальная структура органы каждый орган состоит из вас и между собой не паутиночкой соединены легкие да чтобы мы не взяли но тут еще другое есть что это фасциальная структура слезать не негде потому что фасциальная структура имеет несколько уровней глубины вот есть ну как бы внешние поверхностные фасции вот я сейчас не буду название называть смысла нет вам нужно самое главное понять вот эту картину что на то что вы разделите по отдельности она ни к чему не приведет потому что почему я вначале не даю каких-то таких сейчас даже подчеркну отдельно сейчас скажу почему я вначале не даю отдельно каких-то названий если я вам дам название вы работаете у вас уже в голове так большая мышцы там какая-нибудь и у вас все работает там а это уже не холистически вы уже отдельно взяли на одну мышцу и воздействовать все фигня и как еще даже сейчас и так поэтому получается если вы ой кость там да вот вы начинаете работать ключицы и вот его руки здесь а вы думаете о ключицу уже вот стоп включить вот тут очень важно вам понять и услышите меня если вы хотите эффективной работе гораздо быстрее качестве вы должны понять что вот это вот все в одном едином целом и нет отдельно ключицы нет отдельно руки нет отдельно ничего она в одном единым целом мы все единое вместе делаем жерель сейчас упадет ой какая прелесть ладно сейчас молодину потом и так фастальный слой есть один фастальный слой другой фастальный строй есть третий фастальный слой есть 4 и есть еще в глубине 5 6 между собой они вот так вот пересоединяются и где вот вот вам сразу скажу даже даже возьмем что даже а уж тем более какой там даже возьмем ахиллу сухожилия там рогу бы работать на структурах до вот этой середины все работайте работать пока вы дойдете до полного освобождение особенно при дцп и эта работа идет послойная вот запутала теперь распутала запутала они все говорят вот особенно когда медики приходят слушают и символ поставленный бекрин вот а теперь дальше вот а теперь дальше расслабьте все потом все понимают привыкли же тянуть ахиллы разрабатывать продажи девочки это было вчера а теперь вы понимаете вы можете меня проверить я ведь все откровенно говорю вы теперь просто думайте вам мозги для чего даны если вы пять процентов до этого использовали использовать еще один процент у вас запас как минимум сколько там 95 используйте это для того чтобы со своими детьми работать до или с детьми со своим телом с кем угодно вы подумайте и вы потом чем больше будете думать и замечать когда там как ты тоже там пишет если человек будет думать как он идет на счет он не сможет идти извините меня бред какой-то я очень часто люблю исследовать вот себя там да в каком-то положении а вот он ну не знаю там ударили ногу вот это вот я тут натерла а мне интересуют меня натерла и чем она происходит в моем теле как я начинаю приспосабливаться к этому вы понимаете эту структуру больше вы начинаете понимаете своих детей что если у него вот так скребите у кого как у не знаю там да вот как вам будет ну вот у некоторых у большинства да как при этом ходить все боком дальше вы заставляете его но все это нашу дальше это это и вот вам пожалуйста и вы понимаете что его издеваться на дню растягиваете вот эти вот мучительные вещи делать давайте давайте просто мы сделаем такой тренинг да что каждому из вас сделаю то что вы делаете своему ребенку еще дима свою дыбу привезет ауди вообще классные дыбы еще по растяжке и тогда вы может быть поймете почему они так начинают все ненавидеть и жизнь ты мужа не в радость радоваться нужно жизнь а для этого нужно только любовь убеждает все на свете в том числе и войны и все прочее и так это фасты а что они делают эти фасты хорошо очень тоже здорово крайнюю сакральная терапия а начнем с позвоночника вообще сам песни просто значит а если возьмем все-таки мануальную терапию от какой откуда она взялась да она же взялась из древности были знахари были костоправы были что-то у них своя система передавалась поколение в поколение все что же делал медицину взяли кортами вороки ничего не понимают кости они сами и вот сделали своему на терапии ни один костоправ никогда не правил кости так как мальчик который сейчас делает он предварительно определенным образом выстраивал тело а потом только вставлял туда на место то что нужно а что он вставлял теперь давайте подумаем и так значит если мы вспомним позвоночник ребрышки то ли там все и вот она прям попробуйте к разрубить разрубить только а раскрутить как там пленочки какая у них сила фигня какая-то не знаю там сколько микрон и пленочек их множество они и так и так и вот так и вот так они по всякому все это охватывают держи до держи для того чтобы определенный сустав двигать показываю на себе картинку нарисую не доходит но вот когда вы поймете что там братва около каждого позвонка стоит кто держит вот так вода чтобы ты не упала мы все время двигаемся и при моем движении сразу сколько там происходит дружественной такой работы которая удерживает что в первую очередь меня вертикальном положении потому что смещение тяжести один градус и что тело за укафи знает вспоминаем не вспоминаем говорю тело заваливается и во всем этом участвует опять-таки распределение тоже веса и всего вас ты и связующая ткань где-то перенапряжение где-то напряжение где-то компенсации в одной точке а ну-ка наклонители во всем теле тогда каких сгибателях разгибателях мы будем говорить далее кости позвоночника позвонки между этим диски скажите мне очень нравится что я тоже бывший мануальщик еще скажу да учился от низкий поклон не про повезло по жизни за энное количество специалистов которые мне повезло конечно вот мануальщик это у меня был валерий андреевич врач хирург воен врач от него я очень много некоторых в короче взяла спасибо большущим вот и самому налку вот я вокруг него ходила то есть во как вокруг я год не притрагивала шея ничего не поправляла пока я не поняла буквально детально градусно как нужно вот это вот повернуть если нужно шею поправить и он такой очень хороший специалист и так практика у меня с девяносто первого года мануалка занималась до 2000 еще делал еще две тысячи шестом делал ты же еще помнишь вот потому что я дальше все искала искал что-то более более качество мягкое щадящие в то же время крепче и так позвонки диски это говорит они сместились вот теперь подумайте пожалуйста каждый себе вопрос у них есть ноги они чё как это амебатуфелька или как они там двигаются они двигаются кости они намагничены друг другу у вас компрессия а они вывернуты а кто их вывернул тоже там что они то вот теперь вопрос да с одного раза соединительно связующая ткань в том числе и мы разделим это все на энное количество деталей но самое главное вы должны сейчас понять чем больше вы делите тем меньше больше вы теряете чем больше вы объединяете тем больше вы понимаете и так диск позвонок позвонок держи меня тащи от меня суда дергай да держи 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 а ты меня здесь удерживаешь давайте вот и вот в таком положении находится позвоночник еще что-то сверху там он зовут меня тащить вот в таком положении это находится да вот мануальчик подходит какую сторону сворачивает сюда ну вот видите я скажу так вот диагностика ваш куда меня сворачивать туда раз и я отсюда вытягиваюсь он подходит это и дал бы сюда я встала ничего лучше работа своей продолжать нет никто не освобождал извините вас от работы вот проходит какое-то время и сколько так будет бесконечно через через два далее профилактические а важно нам это только освободить и все если вот это вот рядом дальнейшие связи да видите она скукожилась она в напряжении на двинуть меня я должна она ее берем так освобождаем говорим свободно и она начинает свое свободненькое движение все это меня освободил и тут освободил тут освободила а дальше если она освободилась она стоит просто само по себе на место больше никто не тянет ничего я просто как пример говорю более приемлемо и быстрее воспринимается визуально образом мачта натянута в разные стороны вот эти вот тросы и канаты веревки вот мачта покосилась вот когда значит мужчинам обычно дворе про анатомической не понимаю вот я хорошо давайте вот это но не все но бывает очень часто я вообще с мужчиной разговариваю с позицией той структуры которую они знают мне пришлось даже один раз объяснять тело с позиции аэродинамики самолета в момент полета вот и он так на меня в общем так обалдел теперь понятно да понятно да и значит что получается и так мачта она натянута где-то на перетяну я беру берете кувалду даете рабочему говорите иди долбан он подходит так что он с этой стороны долбанет любые смачки тут уже перекосится рекусть ладно перекосится чаще всего никто не идет то что она сломается и однако когда к инженерной конструкции мы подходим мы подходим сразу вам жалко она же поломается деньги стоит а тело то она так это экспериментальная вам дано бесплатно что хотите то и делайте можно еще проэкспериментировать и все-таки что под распускаем все равномерненько а потом равномерненько все собираем собираем то же самое сейчас вы начнете делать как же собрать ты это все если она все черти как и дальше вот это вот все вместе с этими фасциальным связями структурами с передергиванием с перекашиванием там не знаю там тут и тут и тут и все она вот такой вот там где-то тело а как мы его можем сработать так чтобы оно было гармонично то есть полностью расслабить что-то везде во всех местах как говорится ну вот вообще а дальше за этим бедного дышу а за этим она лежит там расслаблено и еще ведь расслабить нам а где расслабить как расслабить подчеркивать и тут за этим идет следующий закон у нас все идет что сейчас почувствуйте закрыли глаза все на себе свое тело познаем фантастическое вы просто дышите как дышали и и вот смотрите чувствуете что происходит с вашим телом все время в движении но все время дышит двигается в разных в разнонаправленных движений углах как это викторально по-разному а что это все движение объединяет дыхание и опять вернулись к чему дыхание если вы задержите дыхание остановите дыхание все остановится а если мы будем дышать можно просто взять вот так и умереть не дышать и движение не будет мы запустили дыхание и дыхание запускает систему но дыхание запускает систему тоже ведь не всегда правильно потому что если дыхание нарушено то все остальное работает об этом нарушении и кто-то из вас уже замечал даже вот вчера да что есть дыхание такой а теперь утрировано показывать и что происходит теле какие-то волны а там внутри получается извините можешь конечно сказать я не оскорбляю никого да это вот какой-то холерик гипер холерик больной нормально да активно вот внутри вот такой вот идет на самом деле так оно и есть и человек преодолевая внутренние вот эти вот вибрации уже пытается ходить ровно прямо линейно и красиво и он идет а внутри вот теперь дальше болит сердце потому что устает быстро эмоционально другое вообще состояние потому что опять усталость и дискомфортность и чаще всего происходит еще что раздражение усталость и все чего-то чем а чего и человек не может он ищет везде а у него внутри потому что через это все ему все время приходится вот эту двигаться еще удерживать руку и удерживать грудную клетку и голова чтобы не тряслать потому что это все вместе и поэтому когда внутри вот эти вот все ритмы у нас освобождаются они становятся нормально ему не нужно преодолевать у многих из вас это точно говорю что внутри есть напряжение такое что если на кому-нибудь сегодня покажу посмеетесь то всю свободу все двигаться в расслабленном состоянии лежит человек все нормально отдыхает поднимаю руку на вот так вот стоит глаза открой и она стоит и этой рукой же что-то нужно делать то есть что получается всегда преодолеваем внутреннее напряжение как у через которое нам нужно что-то делать и как меня так рука вот этот прямо ломит устала чего-то там выгибает массажи делают бесполезно а это внутреннее напряжение и мы подходим как раз самому важному самому сложному самому самому таинственному пока для вас и для всех будет это кнут и не напряжение а внутреннее напряжение не не напряжение непонятно откуда вроде выберется и непонятно как его убрать и как бы ты не расслабился же многие из вас тоже быть вот сидим до уйха раз и опять ноги напряженные только только 1 2 5 напряженный вы думаете о том нет она делают понимают она там внутри напряжено она не может расслабиться и мы должны помочь этому теле и далее значит дыхание дыхание у нас множественно и дыхание у нас есть начать перечисляя пока не все я сразу говорю чтобы мозги вот так вот не спухли потому что каждый из этих чего-то вы будете потом все знать и делать тот кто захочет до конца до конца кому достаточно сегодня достаточно сегодня то тут каждый выбирает подчеркиваю что свою и так самое простое что у нас кожаное даже если мы не дышим на страну кожа дышит кожное дыхание поровое дыхание дальше и дыхание респираторное так далее дыхание просто дыхание многих есть плечами дыхание верхней диафрагмой дыхание грудной клеткой дыхание нижней диафрагмы дыхание животом дыхание поверхностное дыхание глубокое дыхание среднее дыхание полное дыхание неполное дыхание какой-нибудь это я только вот про вот это вот все вместе дает нарушение если вы на себе потом ради интерес я всегда предлагаю эксперимент и делайте на себе возьмите и подышите только плечами чего у вас получится от многих же дышит плечами но как бутерирован да кто-то дышит только животом горжево том это правильно извините и потом вот такой вот ходит да ты уже там настолько все уже вывалил потому что и кроме всего прочего у нас еще есть дыхание внутри вверх вниз и у нас есть дыхание в руки в пальцы и сюда потому что вы если вы почувствуете поваляетесь в постели на себе и следуйте советую вот вдохнул она жалость выдохнул она работа же вот это вот и расширение и сужение и и если так опять и вдох и выдох вниз а в этот момент у нас давайте так любом случае да вот это вот моя любимая карточка вот наша стальность который у нас внутри вот она все переплетено там внутри картины игрушка прям великолепно это вот если она полномасштабно свободно свободно но это вот раз раскрылась она там ты постальная система в гармонии и вдруг я вот тут вот долбанула какую-то часть ногу и вот я пытаюсь соединить она уже не получается потому что здесь есть нарушение постепенно это нарушение превращается в большее нарушение почему тело начинает это место зачищать чего она туда начинает выбрасывать она начинает выбрасывать защитные какие-то формулы свои вот у нас считается это болезнь солевые отложения потому что джет удержать она очень как это она поломается тут закрыли закрепозим закрепостили цемент теперь никуда но не денется позвоночник держит иначе он заварится дальше что движение все это только в одной структуре а у нас таких структур еще внутри полно и как только какая-то структура нарушается зацементировала тело крепко держит фасциальное напряжение у вас вчера вы почувствовали до фасциальное напряжение а у многих уже сняли напряжение нас и где чуть чего-то освободился и так вот она фасциальная структура она взаимосвязана и мы с вами говорим не о линейном движении пусть у паттическая вот работа практически всегда идет чем отвечать пусть у патти да и пример показывают да вот тут я дернула фасциальное полотно напряжение многие техники пусть у под выше многие техники на чем основаны что там идет как это сейчас на русском гвари появляется потом неподсрочны важно короче идет растяжение и служение вот нашли напряжение какое на нем работает и вот постихонечку ткань мы вот ее раздвигаем одного раздвигаем раздвигаем на тукаем нашли . максимального уже все напряжение подержали она там поделу tonight does that the tour assist она там дуракается вот и потом она раз и все и отпустили счёна заработал Но вы представляете, это только одна какая-то штука. Но она же еще и во всем дальше. Кто видел у бабушек кого-нибудь, были мулины? Помните косички такие с мулины, да? Вот представьте, вот это вот такая косичка. И там внутри, сейчас вспомните своих детей. И там внутри, вот тут вот, где это, вытянутая. Да, вытянули мы эту ниточку. Вся вот эта вот косичка какая становится? Деформированная. А потом вам легко ее поправить, если у бабушки свистнули эту ниточку? А ничего подобного, напряжение уже произошло. И когда у деток берем мы вот тут вот, особенно чаще, да, ножки эти, там они там бедные, скрюченные, иссушенные, с напряжением. И попробуйте это массажировать, это же больно. А за этой болью, это грубость, а за болью, вы друг другу сделаете больно и почувствуете внутри сразу тело, и не дает. Так мы же с вами снимаем внутреннее напряжение. Тогда как мы можем снять внутреннее напряжение, если мы делаем больно? Потому что каждая, любая боль, любое неудобство, сразу же создает внутреннее напряжение. Все, тело защищает себя, дальше нельзя. Понимаете? Почему массаж и какой массаж? Как массажист, да? Не делаю массаж. Все, отказался. И напряжение есть, приходит человек, массажист, да, говорит? Ну ничего, потерпи, потерпи, потерпи. А потом, поехал, и поехал. На это что у тебя сейчас здесь происходит? Ну больно, неприятно. И ты вся жаль, и чего? Где спастика? Усилилась? Вот здесь болит, так же и болит. И там усилилась. Верните деньги. Внутри еще. Поэтому, а теперь я тебе пока сейчас совсем болтаю, можно тебе фокусить? Потому что это просто это вот. И так получается далее, что значит, чем больше мы даем напряжение, тем больше мы усиливаем внутреннее, сопротивление. Потому что это сопротивление, защита организма. Чтобы дальше, не дай бог, еще по идиотизму какому-нибудь не разрушили. С позиции массажных технологий. Очень часто происходит, не часто, там практически совет идет какой. Значит, где больно, не трогаем. Естественно, даже с массажем больно. Снимаем напряжение там, где рядышком. Ну вот рядышком мы снимаем напряжение. Опять-таки, вспоминаем нашу мачту. Вот, там и так все вокруг. Расслаблено, есть напряжение в одном месте. Мы снимаем, расслабляем еще больше и больше, и больше. А что напряжение делается? Утягивает. И значит, на самом деле, пока делается массаж, вроде бы здорово. Перестали делать массаж, и там проявилось то, что там еще больше напряжения произошло. Понятно? Девушка созрела, кстати. Я чувствую, как вы себя чувствуете, нормально. Приятно. Да. Тело как там, внутри, сопротивляется? Нет. Оно хочет, чтобы я делала, и оно хочет, чтобы я ушла? Нет, чтобы делала. А вот это самый важный момент. Момент истины. Приятно. Это самое важное. Приятно. Это оно только чувствуется. Тело хочет, чтобы это продолжалось. Момент истины. А теперь что я делаю? Дай, пожалуйста, вот эту штучку. Я просто не откажусь. Я взяла и стала вот это дыхание делать мягенько, с позиции той, которая тело позволяет. Оно освободилось. А было вот в таком жестком. Я немножечко сделала мягкое воздействие с любовью, с заботой. И постепенно оно стало увеличивать свою амплитуду, потому что ушло внутреннее напряжение. Произошло. И вот тут приходим к фантастической части Марлезонского балета. Это не она доверилась. Это тело доверилось. И тут говорят так. А вам приходят, наверное, люди, которые в это не верят? Ну и пусть не верят. Нет, ты что? Тело поверила. Тело начинает доверять. И даже если она сейчас будет накручивать себя и думать о том, что нет, это, наверное, как-то вот. А тело уже доверило. И там уже оно пошло в гармонии. Во всем отсюда пошли ритмы. Там, здесь доверие произошло. И какой кайф. Уже там с пастика тоже ушла. Ручки поняли. Класс. Не нужно сейчас руки как-то выкидывать, да, и там защищаться. Значит, руки уже тоже стали спокойные. Ноги, потому что не нужно убегать. И так далее. Но, кроме всего прочего, пошла важная работа фасциальная. Внутри, в нужном ритме. Ритм не от головы придумываем, ритм ее собственный, который я поймала. И вы уже тоже знаете, что его очень, в общем-то, в первую очередь, как можно понять, по дыханию первичному, которое есть, внешне проиграется. Все. И вот я сижу, ка, и ничего нет. И вы, смотрит ребенок, телевизор читает, играет, лежит. Что угодно под руки вам сейчас попадается в течение двух, пять-десяти минут. Единственное, что сегодня вы будете это учиться еще делать. Сейчас я просто покажу, потому что вы это все равно будете делать. И так, я продышала, а сейчас я сниму руку, и очень интересный эффект. Холод, прям, пошел вы сняли. А было так тепло. Пожи, куда-то. Это рука, тепло. А если ты сейчас закроешь глаза, так, закрою глаза. При всем, при том, что холод, ты можешь почувствовать, что рука еще лежит. А руки там нет. Вы это будете делать то же самое. И что получилось так, с ребенком работаете, даже когда он спит. Вы руку убрали, рука остается, ребенок продолжает спать. Все. Вот это фокус дня. Я просто руку положила, мне она не мешалась. Вот честно. Да, вот обычно кладешь, да? И уже вот, смотря чью руку. Может быть, конечно. А здесь, когда вот и что-то там такое, и она не мешает. Моя дорогая, даже если я не буду этого делать, а я просто вот сделаю так, как я это делаю. Руку хочется брать? Нет, хорошо. Да, она не мешает. Учимся. Ну, ты понимаешь, да, чем я говорю? Итак, вопросы есть? Понятно. Или я что-то объяснила, еще не дообъяснила. Если какой-то вопрос есть, задавайте, я объясню. В любом случае. Не может, то есть давайте так, сразу, всегда говорю. Не бывает неправильных вопросов, не бывает глупых вопросов, дурных вопросов. Если есть вопрос, он уже важный и нужный, значит, именно для вас необходимо уточнить эту тонкость. Получается, да. Итак, дыхание можно почувствовать на любой части тела, да? Да. Дыхание можно почувствовать где угодно. Мы же вчера на массажном станете. Это, да, закрепится еще. Да, и плюс, вот, да. Дышит все в этом мире. И плюс, я вам скажу, что, опять-таки, даже любой...